Не грусти, даже если кажется, что происходящее ужасно и невыносимо. Все пройдет, зима не вечная, льды растают, реки восполнятся. На последнее время оставляют самых сильных, тех, кто способен вынести все, что задумано. Жди и будь готова. Держится до подхода основных сил. Пост Дмитрия Зодчева на его странице ВКонтакте 9 мая 2021 года. В последнее время много сообщений с одинаковым содержанием. Куда пропал? Куда вы пропали? Есть кто живой? Думаю, нужно рассказать, что у нас вообще происходит. А происходит что-то каждый день, много всего и одновременно. Скучно не бывает, поэтому кратко и в общих чертах. Два месяца назад приобрел здание, построенное в начале 90-х, но не запущенное в эксплуатацию. Приобрел под разборку на материалы, необходимые для строительства киностудии. Изъять плиты перекрытия, ригеля, фундаментные блоки. Современные материалы стоят намного дороже, а по качеству и надежности уступают бэушным советским в разы. Экономия выходит существенная. Суммарно удается прилично сократить бюджет на строительство и получить крепкий материал. Бригада у нас небольшая, но все свои. Хорошая, дружеская атмосфера. Пашем, разбираем. Часть материалов уже перевез на участок будущей киностудии. Идет оформление документов на участок. Пришлось столкнуться с невообразимым количеством бестолковых ненужных процедур. Масштабы бюрократии зашкаливают. Абсолютная равнодушие со стороны системных людей, будто оформляя очередной колбасно-водочный магазин. Наши колеса устали перемалывать вставляемые в них палки. Однако виден просвет с документами финишная прямая. Хотя неизвестно, какие еще сюрпризы ожидают. Попутно заканчиваю архитектурный проект здания с детальной проработкой. От просчета нагрузок многотонных материалов до размещения розеток. Местные жители, наблюдающие движения на участке, очистка площадки, своз материалов, быстро сочинили свою версию назначения участка. Оказалось, что на самом деле мы планируем строить не киностудию, а копанку. Людей можно понять. Тридцать лет у нас вообще ничего не строится, кроме железных ларьков, наливаек, копанок и растущих мусорников. Всюду уныние и упадок. Эпоха вырождения во всей красе. А почему колонии одни руины? А у них все так. В головах руины, в сердцах руины. И снаружи одни сплошные руины. Никто ничего не строит, только проедают то, что построено до них. Главное, что всех эта разруха устраивает. Лишь бы стабильно. Как бы что ни вышло. Вот девиз эпохи вырождения. Люди уже просто не верят, что строительство чего-либо, а тем более киностудии, вообще возможно, и поэтому сочиняют. Но поверить придется. Уже появляются желающие помогать на месте. Денег на строительство ноль. Не хватит даже все добываемые материалы перевести. Донаты от зрителей практически прекратились. Меценат появился близкий, замечательный человек. Но у него свои сложности. Ничего не удалось выделить. Вы скажете, а как ты собрался строить, если денег нет? Это безрассудно. И будете правы. Это совершенно безрассудно, нелогично и даже глупо. Однако и дело, которое я задумал, чрезвычайно масштабно. Такую неприступную крепость нельзя взять стандартными способами. Только безрассудство, нестандартный подход и наивный подвиг. Поэтому не имею ни малейшего понятия, откуда возьмутся средства. Но они найдутся. Параллельно прорабатываю съемки следующего фильма. Технически он не очень сложный. Если все тщательно продумать и организовать съемочный процесс правильно, то можно снять за малое время. Месяца за два. Хотелось бы снять этот фильм в ближайшее время. Поступало и поступает много вопросов по сцене силы. И судя по вопросам, явно видно, что людям непонятна тема целиком. Много уходов не туда. Попробую лаконично раскрыть вопрос прямым повествованием. Это будет что-то вроде документального фильма. Хотя, наверное, назвать его документальным не совсем верно. Готовлю. В общем, времена у меня сейчас решающие. Вселенная проверяет на стойкости серьезность намерений. Нависает всей твердостью и наблюдает, удастся ли этому глупцу не опустить руки и пройти дальше или нет. Но и я за ней пристально наблюдаю. Ловлю сигналы и пытаюсь чуять, куда можно делать шаг, а где трясина. Да и выбора у меня особо нет. Придется, как и прежде, оседлав кривую козу, пробираться к цели. Жаль только самого ценного и невозвратного – времени. Вместо того, чтобы снимать и выпускать фильм за фильмом, заниматься стратегией, трачу время и силы на решение большого количества тактических вопросов. Но по-другому никак. Нужно пройти этот отрезок. Друзья, строительство киностудии «Донфильм», здания и съемочного павильона идет полным ходом. Выполнен огромный масштаб работ. Чтобы успеть построить корпус к ноябрьским морозам, нельзя останавливать строительный процесс. Ничего не изменилось. Как и прежде, поддержка со стороны государственных и коммерческих структур полностью отсутствует. «Донфильм» строится исключительно благодаря пожертвованиям небольшого числа активных зрителей замысла, осознающих, что без их участия ничего не получится. И только так «Донфильм» может сохранить независимость и не попасть под влияние. Наступил критический момент. Чтобы продолжать строительство, требуется ваша помощь. Множество обращений с вопросом, чем я могу быть полезен, так и остаются только словами. Не все осознают, что чудеса происходят не там, где в них просто верят, а там, где для их свершения делаются конкретные шаги. Самая действенная помощь в настоящий момент – денежные средства. У кого есть возможность перечислить крупный перевод – здорово, но даже небольшая сумма будет поддержкой. Благодарим вас. Если я светить не буду, если ты светить не будешь, если мы светить не будем, кто тогда растет тьму? Вон светлячки. Они все знают, но молчат. Они светят вовсю, стараются. Держатся до подхода основных сил. Основные силы – это мы с тобой. Основные силы – это зрители, которым вывернул наизнанку мозг фильм «Замысел». Фильм, заставивший крутиться шестеренки в головах живых человеков. А посмотрели его более двух миллионов. И это значит, что нас много. Так внесем же каждый свою посильную лепту в продолжение трилогии «Замысла». На диванах лежали, вставать не хотели. Поможем, не вставая с диванов, режиссеру будущих шедевров, которых не видывал до сего момента смысловой кинематограф. Да будет так. Большинство-то живет умом и животом. И противник умело пользуется этим. Внутри каждого хранится код. Когда противник подбирается и подкручивает, все вокруг рушится. Исчезают целые государства. Если же все перевернуть, настроить частоты правильно, заставить массы жить сердцем. И вытянуть их из зоны влияния противника. Все вмиг засияет. Осталось только додуматься, как их заставить. Многие не понимают значения кино в современном мире. Между тем, именно через кино закладывается смысловой фундамент общества. Моделируется поведение людей, отношение к различным вопросам. Что? Ты что такой? Профессор, академик. Да играйте. Ученок в степени есть? Все? Ничего не ма? Добро пожаловать отсюда! Субтитры сделал DimaTorzok